Маленькая Машенька, которая всего полтора годика, из тех детей, которые могли бы не родиться. Это страшное слово – аборт. На тот момент беременность не входила в планы Екатерины Ковалевской. Учеба в университете, проблемы с супругом, на руках пятилетняя дочка. Не совершить роковую ошибку помогли добрые люди из православного центра. Уже сейчас мама называет малышку самой большой победой в жизни. Каждая женщина должна понимать, что ребенок – не какая-то преграда для целей и задач в жизни. А также, я думаю, что каждая женщина должна взвесить перед тем, как сделать такой выбор и совершить такой грех. Потому что все считают, что да, это еще не состоявшийся ребенок, но по сути ты уже убиваешь живого ребенка. Живого ребенка в себе. И как бы там ни относились люди к этому, но я скажу, 10 раз подумайте перед тем, как это совершить. Женщинам, которые отказались от аборта, в Центре Покрова помогают не только словом, но и делом, как в случае с Диной Лысенко. Она тоже совершенно не была готова ко второму ребенку. Сама сирота, крохотная комната в общежитии, за которую она задолжала, и частые ссоры с мужем. И если бы не сердечное участие небезразличных, голубоглазый красавец Рома на свет мог и не появиться. Они мне помогли погасить весь долг. Были проблемы с едой тоже. Они приносили, помогали. Я приходила, они мне помогали едой, баулами давали. Помогали памперсами ребенку, одеждой. Я очень рада, что я оставила ребенка. У меня очень рада доченька, что у нее есть брать. Сделать осознанный выбор в пользу жизни женщинам помогает Слово Божье и психологическая поддержка специалистов Центра. Каждой будущей маме здесь индивидуальный подход. Если заповедь неубий не отрезвляет, на помощь приходят тактильные ощущения. С помощью таких вот моделей, а это эмбрион на 12-й неделе развития, женщин, которые сомневаются, оставить малыша или нет, призывают к разному. Будущей маме предлагают взять в руки эту кроху и принять правильное решение. Мамочек сопровождают и после родов. Помогают им встать на ноги. Если женщину выгоняют из дома родители или муж, она может пожить с малышом или в ожидании ребенка в приюте, который расположен в здании Центра. Каждый год такой возможностью пользуются около 20 человек. У нас есть вещевой склад, памперсы, питание. Иногда в некоторых ситуациях мы помогаем делать косметические ремонты в комнатах у женщин. При помощи нашего Бобруйского госполкома получают женщины комнаты в общежитиях, и мы эти комнаты благоустраиваем. Мы проживаем эту жизнь вместе с нашими женщинами, с нашими подопечными, потому что нет ничего на самом деле дороже материнства. И из опыта нашей работы, общения потом с мамочками, ни одна женщина, сохранившая беременность, не пожалела о том, что она родила ребенка. Центр проводит семинары для молодежи и взаимодействует с учреждениями здравоохранения в восьми белорусских городах. В результате серьезной, комплексной работы и тесного сотрудничества Бобруйского роддома, женской консультации и покровов за 9 лет от аборта спасен 671 малыш. В среднем 74 ребенка в год получают бесценный шанс на жизнь. С женщиной, которая обратилась за направлением на медицинский аборт, в первую очередь работает участковый акушер-кинеколог. Дается три дня тишины, и в это время подключается психолог. Только в 2021 год одна треть женщин приняла решение в пользу рождения малыша. Это новое счастье в семье. Несколько лет подряд по инициативе Центра Покрова в Могилевской области проходит акция «Рождественские дни без абортов». Искусственные прерывания беременности на сроки до 12 недель по желанию женщины не проводятся. В эти светочные дни будущим мамам дано время на размышление и осознание. Дети не приходят из ниоткуда. Дети приходят. От Бога. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.